Закажите любимые блюда из ресторана Прайм с доставкой. Прием заказов ежедневно с 11 до 19 по телефону 59911. Меню доступно на сайте primesarov.ru В эфире служба новостей Саров 24 в студии. Константин Перевозчиков. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Плюс 22. Количество выявленных больных в Сарове не снижается. Голосование в период пандемии. Как организована работа участковых избирательных комиссий. Собаки тоже страдают от жары. Как защитить своего любимца от теплового удара. Далее расскажем обо всем подробно. До конца дней перенесшие ковид-19 будут страдать от последствий болезни. Такие выводы сделали британские ученые на основании наблюдений за пациентами. Около половины людей после болезни испытывают когнитивные, психологические и физические проблемы. По данным британской службы здравоохранения, около трети вылечившихся от ковид-19 впоследствии могут страдать фиброзом легких. При этом у многих пациентов психологические расстройства и хроническая усталость могут сохраниться на всю жизнь. По данным медиков, пациентам, прошедшим через палаты интенсивной терапии, потребуется не менее года для возвращения к нормальной жизни, сообщает Daily Telegraph. Наши специалисты не согласились с выводами иностранных ученых, заявивших о неутешительных последствиях ковид-19. По мнению российских ученых, пока преждевременно давать прогнозы относительно последствий коронавируса, так как вирус еще относительно молод и плохо изучен. Доказательств долгосрочных последствий ковид-19 еще нет. Число зараженных коронавирусом в мире приближается к отметке в 10 миллионов человек. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, до этой отметки показатель дойдет уже на следующей неделе. По состоянию на 25 июня в России подтверждено почти 614 тысяч заражений. За последние сутки вырос выявили у 7113 человек. Выздоровело больше половины от всех заболевших. 8605 человек умерло. Учебный год в Нижегородской области планируют начать с 1 сентября в обычном режиме. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Глеб Никитин. Одна из подписчиков спросила, как будет организован учебный процесс в школах. Не придется ли вновь идти на дистанционное обучение? Куда потратить деньги? На новый компьютер или на школьную форму и учебники? По словам главы региона, все будет зависеть от эпид-обстановки. Но пока власти рассчитывают начать учебный год в обычном режиме с линейками и торжественными мероприятиями. Во всех школах уже началась подготовка. Также губернатор ответил на вопрос, как долго еще будет действовать масочный режим. К масочному режиму пока придется привыкнуть. Потому что либо масочный режим, либо совсем сидим по домам, пояснил глава региона. При этом он отметил, что маска нужна в местах большого скопления людей. В магазинах, поликлиниках и так далее. На природе с семьей в малолюдном месте маску можно не надевать. По состоянию на 25 июня более 9,5 тысяч жителей. Это 58,4% от общего числа заболевших коронавирусом выздоровели. За последние сутки выписаны 103 нижегородца, переболевших COVID-19. В регионе подтверждено еще 217 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 16 414 человек. Число летальных случаев достигло 212. За последние сутки COVID-19 вывели еще 22 саровчан. Общее количество случаев заражения достигло 464. Победил болезнь 151 горожанин. Из тех, кто продолжает болеть, госпитализированы 46 человек. 36 лежат в инфекционном отделении клинической больницы номер 50. Из них 6 в средней степени тяжести. 10 по-прежнему лежат в приволжском окружном медицинском центре. Один в тяжелом состоянии, остальные в средней степени. Все остальные горожане лечатся на дому. 212 человек, контактировавших с зараженными, находятся на карантине дома. У них с определенной периодичностью берут анализы на коронавирус. За прошедшие сутки выполнено 98 таких тестов. К медицинской сфере в эти дни приковано пристальное внимание. Часами, не снимая защитные костюмы, врачи, медсестры, санитары борются с эпидемией коронавируса. Однако все чаще граждане жалуются на то, что не могут получить плановую помощь. Операции отменяют. Положенные по возрасту прививки детям не делают. Ко многим врачам не могут попасть люди с хроническими заболеваниями. Сейчас это можно объяснить борьбой с COVID-19. Но что было до пандемии? В группах канала 16 в социальных сетях мы спросили горожан, изменилась ли за последний год медицинская помощь в Сарове? Вариант «Она стала доступнее» выбрали меньшинство респондентов. Стала менее доступнее, считает почти 40% участников опроса. Вариант «Ничего не изменилось» выбрали подавляющее большинство. В 8 утра 25 июня в России стартовало досрочное голосование по поправкам в Конституцию. Жители Москвы и Нижегородской области могут это сделать дистанционно, при условии, что ранее подавали заявление на госуслугах. Те, кто этого не сделал, могут до 1 июля включительно прийти на свой избирательный участок и поставить галочку «за» или «против» предложенных поправок. О том, как проходит голосование в условиях пандемии, расскажем далее. Одним из первых, кто проголосовал досрочно, стал глава города Александр Тихонов. Он голосовал на своем округе в 7-й школе. Александр Михайлович хотел лично убедиться, что на избирательном участке соблюдают все мирозащиты. Мы сегодня посмотрели с вами, все сделано по требованию Роспотребнадзора. Это отдельный вход, отдельный выход, это маски, это перчатки даются на входе, даются маски на входе, измеряется температура, отдельные даются ручки, нет скопления людей, все как-то рассредоточено. Поэтому, на мой взгляд, требования Роспотребнадзора выполняются полностью. Избирательные участки будут работать каждый день до 1 июля, включительно с 8 утра до 8 вечера. Пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья смогут вызвать членов комиссии 1 июля на дом. При надомном голосовании все меры предосторожности также будут соблюдать. Подготовим по их заявлениям и просьбам списки. И два наших члена комиссии, обязательно сотрудник полиции, будут посещать квартиры. Также они будут одеты в халатики с масками. В первый же час работы на другом участке 16.85 побывало уже около 100 человек. Голосование проходило также в штатном режиме. После голосования обладатели именных сертификатов могли получить памятный подарок от волонтера. Кроме того, в Нижегородской области в этом году запущен пилотный проект дистанционного голосования. Те, кто хотел принять в нем участие, подавали заявки до 21 июня. Сейчас они голосуют через интернет. Этих людей, как и тех, кто взял открепительные, исключили из списков для очного голосования. Современная система позволяет при подаче электронного голосования связываться со всеми базами данных участковых и территориальных предприятий комиссий. И таким образом местные комиссии получают в своих списках данные о том, кто открепился на дистанционное электронное голосование. Также 1 июля пройдет очное голосование за выбор проекта по программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать за один из трех объектов, который благоустроит в 2021 году, можно в часы работы своего избирательного участка. На выбор горожан представлены парк имени Сосина, зону отдыха Продобровой и бульвар Микрою М-15. Голосование проходит на обычных избирательных участках, тех, на которых горожане привыкли голосовать. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. В зданиях железнодорожных вокзалов Арзамас-1 и Арзамас-2 сделают ремонт. Там заменят покрытие крыльев и инженерные сети. Сделают внутреннюю отделку помещений и привокзальных территорий. Заменят инженерные сети. Также железнодорожники планируют отремонтировать фасад здания вокзала Арзамас-1. Вход полностью закрыт для пассажиров. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 июля в России начнут устанавливать новые интеллектуальные приборы учета электроэнергии. Главная особенность этих аппаратов заключается в том, что они сами отслеживают расход электричества и дистанционно передают данные поставщику услуг. В новостройках умные счетчики начнут устанавливать сразу. В старом фонде будут менять постепенно. Новые счетчики будут ставить по мере выхода из строя приборов учета или пока не наступит срок их поверки. Если жильцы откажутся менять прибор, то расчет электроэнергии будет производиться по нормативам с учетом повышающего коэффициента. Министр культуры Ольга Любимова назвала предварительную дату открытия российских кинотеатров. По ее словам, пока власти рассчитывают, что первые после карантина зрители смогут попасть на премьеры уже 15 июля. Однако, как пояснила чиновница, в министерстве будут ориентироваться на статистику заболеваемости и позиции Роспотребнадзора. Поэтому сроки возобновлений киносезона могут измениться. Конкретные решения, когда и с какими мерами предосторожности открывать кинотеатры, будут принимать главы регионов. В субботу, 27 июня, пройдет первый в истории всероссийский студенческий онлайн-выпускной. Всех, кто в этом году получит диплом о высшем образовании, ждут в официальной группе «Россия. Страна возможностей ВКонтакте». Начало в 14 часов. В программе трансляция самых ярких творческих номеров от выпускников страны. Выступления блогеров и артистов. Розыгрыш подарков от партнеров проекта и многое другое. Спустя 75 лет парад Победы вновь прошел 24 июня. В 1945 году по Красной площади 200 советских солдат несли опущенные к земле знамена побежденных фашистских дивизий. Знаменитый исторический снимок «Трофейный батальон» стал основой изображения на памятной монете, выпущенной к 60-й годовщине Победы. В этом году Банк России выпустил серию памятных монет. Первая памятная монета, посвященная военной теме, была отчеканена к 20-й годовщине Победы. На аверсе памятного рубля изображен герб Советского Союза. На реверсе – памятник воину-освободителю, установленный в Берлине. Потом монеты упускали на 30-летие и 40-летие Победы. В сюжетах монетных серий, посвященных Великой Отечественной войне, нашли отражение величайшее сражение и жизнь в тылу, полководцы и конструкторы, подвиги героев, освобожденные города. Как говорят художники госзнака, каждая монета – это документ военного времени, отлитый в металле. В музее Волговятского главного управления Банка России есть своя коллекция памятных монет военной тематики. Каждый экспонат выставки – словно бесконечный рассказ, уместившийся на небольшом монетном поле. Своё место в коллекции уже заняли монеты 2020 года. Главная монета новой серии, конечно же, юбилейная – Великой Победе 75. Традиционный номинал – 10 рублей. Многомиллионный тираж в центре. Главные цифры – 75. Звезда, обрамленная лавровой ветвью, символом мира. Другая монета номиналом 3 рубля из серебра. В центре композиции мы видим солдата. Это знаменитый герой, одноимённая поэма Александра Твардовского Василия Тёркина. Выбирая образ для этой монеты, художник не случайно остановился на нём. Ведь поэт создал удивительно точный образ героя, которому верили все. И прошедшие войну солдаты и офицеры, и тот, кто никогда не был на фронте. Ещё одна монета уже из золота. В центре композиции мы видим вечный огонь у могилы неизвестного солдата возле стен Московского Кремля. События и герои трудного пути к победе длиною в 1418 дней навсегда запечатлены на крошечных монетных полях. Самые интересные образцы монетного искусства и их уникальные истории собраны на виртуальной выставке Банка России «Истории Победы». Рассмотреть каждую монету подробно можно на сайте Центробанка в разделе «Музей». Елена Грецкова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Их вклад в оборону и развитие страны бесценен. Поэтому именами ГРВ «Войны и труда» называют улицы в городах и сёлах. Но всегда ли жители знают подробности жизни этих людей, их подвиги и великие изобретения? Молодёжная организация «Волонтёры Победы» в год 75-летия Великой Победы запустила всероссийскую акцию, чтобы напомнить жителям страны о тех, кто сражался на фронтах и трудился в тылу. Об особенностях проекта в нашем городе расскажем в следующем репортаже. Более двух недель их допрашивали и пытали в гестапо, а потом расстреляли. Сначала отца, а 9 марта – и сына. За пять дней до казни Вите Коробковой исполнилось 15 лет. Для Софии Комковой это был особенный ролик. Она рассказывала о своём ровеснике, который погиб в годы Великой Отечественной войны. Привычное название улицы стало для неё связью времён и поколений, памятью о героизме детей в страшные годы войны. Ещё один видеорассказ был посвящён герою Советского Союза Владимиру Сосину. Я изучала материал, находила в интернете статьи, картинки. И после этого всё складывалось в один общий текст и читалось на камеру. Всероссийский проект «Улицы героев» стартовал зимой. По задумке организаторов волонтёры должны раздавать листовки горожанам с биографическими сведениями о тех, чьими именами названы улицы. В Сарове решили расширить рамки проекта. Мы пошли немножко другим путём. И просто на этой улице, носящими героями, мы делаем небольшие съёмки, где ребята, школьники, студенты рассказывают именно об этом герое. Самое главное, что эти дети, они сами ищут этот материал. То есть это не просто рассказ, да? Это ещё и то, что у них в голове откладывается вообще об этом человеке. По словам Вячеслава Лопашова, ребята в процессе подготовки проводят настоящую исследовательскую работу. В планах рассказать не только о героях Великой Отечественной войны, но и о других людях, которые в разные годы и даже века внесли свой вклад в развитие страны. Всю найденную информацию ребята тщательно проверяют. Например, вот очень такой интересный момент. Герой Советского Союза, да? Осипенко. Это Валентина Осипенко, лётчица Герой Советского Союза? Или это генерал Осипенко? И вот инициалов нет, нигде найти не можем. Так интересно искать. Работа продолжается. Подопечный Вячеслава Лопашова намерена подготовить видеорассказы обо всех улицах города, которые получили свои названия в честь знаменитых людей. Ролики можно посмотреть в официальной группе Военно-исторического клуба «Победители» в социальной сети ВКонтакте. Елена Грязкова, Евгений Шевцов, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. Тепловым ударом в жару подвержены не только люди. Они случаются и у собак. Не все из четвероногих выживают. Подчас владельцы животных не знают, как правильно оказывать помощь и как защитить своего любимца от перегрева. Полезные советы ответственным хозяевам дал ветеринарный врач Борис Красовский. В основном от жары страдают собаки. Кошки меньше подвержены воздействию тепла. Для собак летом самое страшное – перевозка в автомобилях без кондиционера и при закрытых окнах. Терморегуляция этих животных слабее, чем у человека. За 20-30 минут такой поездки собака с коротким носом может получить тепловой удар. При перевозке своих питомцев в машине надо всегда следить за общим состоянием. Если видите, что ваш питомец плохо себя чувствует, остановитесь где-то в тенистом месте, выведите его на улицу. Если есть возможность, немножко охладите, обтереть или обрызгайте водичкой. Дайте подышать свежим воздухом. Гулять с собакой лучше рано утром и поздно вечером. Днем прогулки следует ограничить. Не надо гулять под палящим солнцем. Уведите вашего питомца в тень. Смачивать животное водой на прогулке не стоит. Мокрая шерсть не держит температуру. Особенно это вредно для собак темного окраса. Понять, что у вашего четвероногого друга вот-вот случится тепловой удар, можно по нескольким признакам. Одышка очень сильная, то есть высунутый язык, скапает слюна. Может начинаться нарушение координации, это в самых тяжелых случаях. А так общее состояние мы можем определить по тому, как животные дышат все-таки. Когда животному жарко, все-таки дыхание очень-очень частое. Как и у человека при тепловом ударе, перенести в тень, попробовать снизить температуру тела. При тепловом ударе критическое состояние развивается в течение 10-15 минут. После этого шансы спасти животное стремительно падают. Температура воздуха этим летом пока достаточно комфортная. Однако тепловые кризы у собак в городе уже были. В первую очередь подвержены собаки с темными окрашиваниями шерсти. Также у нас особенно подвержены собаки с бордомортным строением морды. Это типа бульдогов с приплюснутой, мопса и тому подобное. Собака с прямой мордой более легче переносит температуру. Дома собаке лучше включить кондиционер или вентилятор, или хотя бы открыть окна, устроить небольшой сквозняк и завесить шторы. В доступе вашего питомца всегда должна быть свежая вода. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски. Авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Продолжение следует...